МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Под личным контролем председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел прямую телефонную линию. Технологии производства животноводческой продукции большой семинар по этой теме прошел в Мозыре. Помощь для большой семьи, о поддержке государством многодетных родителей наш специальный репортаж. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Внимательно выслушать и оказать помощь. В субботу председатель Гомельского облсполкома провел прямую телефонную линию. На протяжении трех часов поступали вопросы от жителей из самых разных уголков региона. Тематика обращений разнообразная. Каждая взята под личный контроль губернатора. О чем говорили во время субботней прямой телефонной линии материал Дмитрия Котова. Часть обращений от жителей Гомеля. Они касались, в частности, сферы жилищно-коммунального хозяйства. Позвонил мужчина, проживающий на Реческом проспекте. В январе этого года начались проблемы с горячей водой. Сначала она отсутствовала неделю. Через месяц ситуация повторилась. Председателю облсполкома Геннадий Соловей дает поручение. Проблему необходимо устранить в кратчайшие сроки. Нет горячей воды. То там было в январе месяц, и сейчас 11.02 вообще нет воды. То идет тепленько, то вообще никак. То насос сгорел на ЦПТ, поэтому сегодня разобраться и принять меры. Другая проблема решена непосредственно во время прямой линии. К губернатору обращаются пенсионеры, которые проживают в доме по улице Сухого. Здесь осуществлялась плановая замена лифтов. Работы завершили несколько недель назад. Однако в одном из подъездов лифт так и не был запущен. В субботу проблему устранили. Все лифты прошли освидетельствование и запущены. По пятому подъезду была приостановка, так как были нюансы с приемкой данного лифта. Замечания все были устранены. Воспромнадзором принят лифт, введен в эксплуатацию. Сразу три обращения от жителей агрогородка Красная Гомельского района. И все связаны с уборкой снега. Первым позвонил пенсионер. Под его ворота попала часть снега, когда трактор расчищал улицу. По состоянию здоровья мужчина не может убрать снег самостоятельно. Звонила также женщина из агрогородка Красная. История практически схожая. На ее территории оказалось большое количество снега после того, как расчисткой занялся сосед. Мужчина, в свою очередь, проблемы не видит. Обещает, что в ближайшие дни все будет убрано. В ближайшее время, после выходных, думаю, пригоним технику и уберем этот снег. В связи с тем, что был снегопад большой, чистился снег, но немножко зашли на соседа. Еще одна местная жительница обеспокоена тем, что детям приходится ходить в школу по трассе, где нет ограждения. Участок около 70 метров. Кроме этого, женщина отметила, что после обильных осадков весь снег сгрузили на дорожку. И ученикам приходится преодолевать высокий сугроб. Данная дорога была позавчера-вчера уже расчищена силами ДРСУ. Ну, как бы проблема такая сама иссякла. С женщиной созвонились, она сказала, что эта проблема была при обильных снегопадах. Ну, скажем так, техника, да, в первоочередном порядке она расчищала дороги. Сейчас они активно проводят расчистку пешеходных дорожек. И, в принципе, все идет в плановом режиме. Что касаемо ограждения, про которое также сегодня был озвучен вопрос, то в текущем году планируется реконструкция этой дороги, ее уширения, от поворота на Сельмаш до бывшей птицефабрики. И в рамках этой реконструкции будет установлено перильное ограждение, которое будет также препятствовать людям с пешеходной дорожки выходить на проезжую часть. Поэтому все эти работы на этот год запланированы и будут выполняться в третьем квартале. А жители агрогородка Еремина беспокоят качество питьевой воды. Недавно была построена станция безжелезования, однако проблему это не решило. По словам местной жительницы, нормальной воды хватает максимум на две недели, после чего снова вкус и запах железа. Обращение взято на контроль губернатора. Самый популярный вопрос на прямой линии – строительство парковки. Его задавали шесть человек. В доме на улице Оськина, 34 в Гомеле, всего 50 парковочных мест на 144 квартиры. Многие пользуются автомобилями в первую очередь для того, чтобы возить детей в школы и детские сады. Необходимо разобраться, почему при строительстве дома не была предусмотрена полноценная парковка, отмечает Геннадий Соловей. Звучали и благодарности во время субботней линии в адрес председателя Гомельского облсполкома. Например, житель агрогородка Конкович и Петриковского района признателен за остановку общественного транспорта. «Большое спасибо, что пустили нам автобус, сделали остановку около больницы». Звучали и предложения. Житель Хойников надеется, что в ближайшее время снова заработают общественные приемные. Среди большого количества людей они были популярны, потому что проходили в вечернее время. Всего на прямую субботнюю линию обратилось более 40 человек. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Новости недели. Особенности технологии выращивания молодняка, реконструкция животноводческих помещений, вакцинация и лечение крупного рогатого скота. На базе предприятий Мозорского района прошел семинар-совещание по развитию отрасли животноводства. Наши корреспонденты вместе с его участниками побывали на молочно-товарных фермах. Подробности в следующем репортаже. В зале Мозорского райисполкома ответственные за сельское хозяйство из всех регионов области. Сначала теоретическая часть. Важные цифры, выводы, планы. В прошлом году более 77% воловой продукции сельского хозяйства района получено в отрасли животноводства. Прирост по сравнению с 2019-м более чем на 5%. Флагман тут, естественно, совхоз в комбинат «Заря». Здесь в минувшем году было произведено 40% от всей сельхозпродукции района. Например, удой молока на одну корову в год превышал 10 тонн. Это вдвое больше, чем средний республиканский уровень. Цифры по району почти 7 тонн 800 килограммов. Это первый результат в Гомельской области и седьмой в республике. Конечно же, производство молока – это наша основная доходная часть, как и Мозорского района для сельскохозяйственных организаций, так и в целом по области. Поэтому, конечно, это содержание, это кормление скота, это работать на результат, на продуктивность. От теории к практике отправляемся на предприятие «Слободское» имени Ленина. Здесь работают почти три сотни человек. Средняя зарплата за прошлый год – почти 1100 рублей. На наших глазах ветврач кормит новорожденного теленка молозивом через зонт. Это делается только раз. Процедура малоприятная, но это того стоит. Так иммуноглобулины попадают в организм животного и обеспечивают ему лучший иммунитет. Еще одна манипуляция, которую демонстрируют для участников семинара – выпаивание коров пропиленом. И рассказывают, для чего это нужно. Делается для того, чтобы, либо если мы сухое вещество задаем в корм для избежания родильных порезов и гинекологических заболеваний, либо если появляется в стадии уже более, ну, заболевшие, то есть животные с эндометритами и задержанием последов, мы в течение 5-10 дней внутрь заливаем по литру. Интересно, что малыми вложениями на предприятие смогли обеспечить правильный уход за животными. Все грамотно просчитано. И в результате, даже без учета господдержки, рентабельность в 2020 году в Слободском имени Ленина составила 7%. Рогатая стада превысила 6 тысяч голов. В прошлом году она увеличилась на 350, в этом добавят еще около 300. Все благодаря ремонту животноводческих помещений. Да и с кормом проблем нет. Кормовая база у нас своя. Мы обеспечены двухгодовым запасом. У нас постоянно переходящая корма, поэтому какие-то потрясения в плане погоды особо на нас не влияют. Морозная зима проверяла на прочность многие сферы. Сельское хозяйство также по отдельным направлениям было под ударом. На некоторых сельхозпредприятиях Гомельской области в морозы недостаточно заботились о телятах. Причем часто речь шла об элементарном несоблюдении технологии. В Мозырский район приехали по поручению губернатора учиться. Первая наша задача была посмотреть, как работают с молодняком, как ведется сохранность молодняка, соблюдается технология. Значит, напомнить, получить, чтобы это люди наглядно посмотрели, потому что есть немножко проблема с этими. Вот давно, уже 5 лет не было такой зимы, значит, немножко морозы приударили, и мы уже почувствовали немного больше проблем с падежом молодняка. На предприятии экспериментальная база «Криничная» к участникам семинара присоединился председатель Гомельского областполкома Геннадий Соловей. Губернатор еще раз напомнил, что Мозырский район – эталонный в сельском хозяйстве. К сожалению, такое положение дел далеко не во всех регионах. Животноество на самом деле является проблемой, потому что нарученные технологии у земледелий, и в итоге мы, конечно, этих кормов качественных не получаем. Мы видим даже сегодня на предприятии, как уделяется внимание украинской заготовки кормов. А это сегодня здоровье животных, в первую очередь. Поэтому и два года назад, буквально в 2018 году, в конце, мы показывали, как нужно выращивать молодняк. А проблемы, первое, с сохранностью молодняка, производственной дисциплиной, технологической дисциплиной. И факты, которые у нас есть, это и покрытие. Мы должны, в первую очередь, делиться искусственному семену. Поэтому мы далеко не надо куда ездить. Вот пример сегодня Мозырский район. Потому что сюда мы привезли всех наших руководителей и начальников управления. Мнением об увиденном на Мозырщине поделилась новый руководитель Гомель Госплем предприятия Елена Койпаш, которая всего две недели занимает эту должность. У меня сложилось очень хорошее впечатление о том, что действительно есть резерв. И сегодня радует, что привезли в Мозырский район и показали не лучшее хозяйство, а середнячок. И я увидела отработанную технологию. Это очень хорошо. Значит, у Гомеля есть потенциал, есть куда развиваться. Есть люди, которые трудятся на благо области. Увидела сегодня животноводов, приданных делу, красоту, порядок на фермах. Технология очень хорошо соблюдается. И, наверное, это залог того, что молочко будет. Во время семинара и экскурсии говорили и о том, что при определении любых задач нужно думать о человеке. Если работнику дать хорошую зарплату, то и спросить с него можно. У людей появляется мотивация добросовестно трудиться. Кстати, в сельхозорганизациях Мозырского района средняя зарплата в 2020 году почти достигла 1300 рублей. В этом ее планируют повысить до полутора. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. Мозырский район. На здании железнодорожной станции «Красный берег» Жлобинского района на этой неделе торжественно открыли мемориальную доску. Она посвящена поистине уникальной операции, проведенной в годы Великой Отечественной войны спецгруппой Народного комиссариата государственной безопасности БССР «Хорабрецы» с участием железнодорожника Григория Науменко. Подробнее об этом и других важных событиях уходящей недели далее в обзоре от службы информации. Спецгруппа «Хорабрецы» действовала в Беларуси с 1942 года. На счету более сотни диверсионных операций. Но самую уникальную 5 июня 43-го спецгруппа провела в Красном береге. Железнодорожник Григорий Науменко доложил о поезде, который находится в тупике и усиленно охраняется. Причем все вагоны были покрыты черной тканью, а охранники были в противогазах. Диверсионная группа вскоре пустила под откос черный эшелон и тем самым раскрыла его тайну. Выяснилось, что в вагонах находились боеприпасы с ядовитым веществом, которое гитлеровцы планировали применить на Курской дуге. Образцы передали в Москву. В результате Сталин встретился с английским лидером Черчилля. После чего премьер-министр предостерег Германию от использования такого оружия на советско-германском фронте. В противном случае Великобритания пообещала применить химические боеприпасы на территории Германии. Во время открытия мемориальной доски много говорили о необходимости сохранения исторической памяти и патриотическом воспитании населения, причем не только молодежи. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов предлагает железнодорожникам ввести новую традицию. При проезде станции, на которых установлены такие мемориальные доски, трижды подавать звуковой сигнал. В Беларуси отметили День памяти воинов-интернационалистов. По традиции, в честь памятной даты 15 февраля проводятся акции и митинги. В Гомеле утром прошла поминальная служба в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. На ней прозвучали имена уроженцев Гомельщины, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. В память о них друзья и родственники зажгли в храме свечи. Чтобы отдать дань уважения тем, кто прошел горячие точки вдали от Родины, собрались также у мемориала воинам-интернационалистам. Ежегодно 15 февраля тут проводится митинг. Для многих это место встречи с боевыми товарищами. Те, кто потерял близких на войне, находят доказательства. Подвиг их сыновей, братьев и близких не забыт. Заместитель председателя Гомельского обл. исполкома Владимир Привалов встретился с коллективом Добружской центральной районной больницы. Это одно из старейших медицинских учреждений Беларуси. В прошлом году здесь открыли акушерско-гинекологическое отделение, оснащенное самым современным оборудованием. В этом году модернизация продолжается. В современной истории добружские врачи сдали два непростых экзамена. После 1986 года они помогали людям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Прошлый год и начало этого борются с коронавирусом. Кстати, только в прошлом году на борьбу с COVID-19 в Гомельской области было потрачено почти 105 миллионов рублей. Сегодня ситуация улучшается, что позволяет сокращать красную зону и уделить больше внимания лечению других заболеваний. Итоги 6-го Всебелорусского народного собрания и программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы на этой неделе были наиболее обсуждаемой темой в экспертном сообществе. Мнение о некоторых важных задачах, а также условиях и предпосылках их успешной реализации в нашем воскресном интервью. Собеседник Ольги Коноваловой, глава администрации СС «Гомель-Ратон» Антонина Ежова. Резиденты СС «Гомель-Ратон» многие годы важны экспортеры, участники импортозамещения и поступления валютной выручки в страну. А кроме того, наниматели, которые ежегодно обеспечивают области тысячи рабочих мест. Антонина Изотовна, удалось ли в 2020 году, который был для многих очень непростым, СС «Гомель-Ратон» сохранить позиции? Сохранить позиции удалось. Всего у нас работает сейчас 70 предприятий, зарегистрированные в качестве резидента свободной экономической зоны. В прошлом году, в 2020, мы зарегистрировали еще 5 с дополнительным объемом инвестиций в 100 миллионов долларов США. Что касается экономических показателей, то я скажу, что выручка увеличилась где-то на 18% у резидентов, если в целом всех резидентов брать свободной экономической зоны. Увеличилась заработная плата на 15%, ну если уж таки цифрами говорить, 30% всего экспорта в Гомельской области – это резиденты свободной экономической зоны продали свою продукцию за пределы Республики Беларусь. И другие показатели – создание рабочих мест, тоже 700 новых рабочих мест создали. Ну и вот, к слову сказать, что за время существования свободной экономической зоны около 15 тысяч создано новых рабочих мест. То есть сработали мы неплохо в 2020 году. Но, опять же, если бы не такая ситуация, пандемия, кризис экономический, который был отмечен в европейских странах, то я думаю, что показатели бы были еще выше. Выступая на 6-м Всебелорусском народном собрании, президент нашей страны сказал, мы в Минске и областных центрах на неиспользуемых площадях госпредприятий будем создавать технопарки. Антонина Изотовна, каково ваше мнение по данному поручению? И есть ли уже на территории СС Гомель-Ратон подобные реализованные проекты? Ну, это как раз тот случай, когда мы как бы приступили к выполнению еще вчера. Потому что первую очередь технопарка своего, который у нас начал реализацию этого проекта, мы начали еще два года назад. В прошлом году мы сдали первую очередь технопарка именно на незадействованных производственных помещениях Коралла, нашего предприятия, которое находится на территории СС. И технопарк Коралл точно так же называется и технопарк Коралл. В этом году, в 2021-м, мы будем сдавать вторую очередь технопарка. Это очень важный проект, который реализует наше агентство содействия развития инвестиций при поддержке область полкома. Вообще-то наша свободная экономическая зона, территория, где регистрируются наши предприятия, они регистрируются на незадействованных как раз производственных складских помещениях. И там же мы и развиваемся. Даже тоже предприятие «Делком-40» – это бывший большой корпус, который 15 лет не использовался, 55 тысяч квадратных метров. Поляк выкупил и создал предприятие «Делком-40». На базе радиозавода 6 новых предприятий, довольно успешно развивающихся. Это и «Веза-Г» предприятие, и «Фрешпак Солюшенс», «Гронда Систем». На территории Ратона тоже ряд предприятий создано. Собственно говоря, мы идем в ногу со временем. Поделитесь, пожалуйста, планами на 2021 год. Какие новые производства планируются к открытию в этом году? Предприятие «Поликап» заявило новый проект. Будет создавать одноразовую посуду из целлюлозы. «Мультипак» приступает к строительству нового корпуса. Предприятие – это биоксально-ориентированная пленка. Предприятие «Алкопак» медицинское направление развивает свое и тоже уже приступило к строительству нового корпуса. «Делком-40» тоже землю мы уже отводим для расширения производства. «Веза-Г» и ряд других предприятий, которые уже действующие, они заявили новые проекты, либо развивают свои уже имеющиеся. Я думаю, что это позволит создать новые рабочие места, более эффективные и поступление в бюджет. Это очень важно. Антонина Изотовна, я благодарю вас за интервью и желаю успешной реализации всех планов. Спасибо. Помощь для большой семьи. В прошлом году в Гомельской области было зарегистрировано почти 19 тысяч многодетных семей. Это примерно на тысячу больше, чем в 2019-м. Хорошая статистика не удивляет, ведь в Беларуси многое сделано для поддержки многодетных родителей. Семейный капитал, свободные отработанные дни в неделю, помощь для подготовки детей к школе. В одной из гомельских семей, в которой растут пятеро ребят, побывала Марина Северьянова. Марьяна только проснулась и с осторожностью рассматривает видеокамеру, а потом прячется от гостей у мамы на руках. Глядя на красивую деловую Марину, сложно поверить, что она родила пятерых детей. Все дело, признается многодетная мама, в грамотном распределении обязанностей. Тогда на все хватит времени. Тем более, что среди детей есть уже совсем взрослые помощники. Разница в возрасте между старшим сыном и младшей дочкой почти 20 лет. Мы спросили и у многодетного отца, каково это быть главой такой большой семьи. Очень легко. Мы очень дружно с этими проблемами справляемся. Ну, не знаю, до что бы мы. Наверное, без них бы не смогли бы. Чем больше детей, тем крепче ваша семья? Ну, наверное, да. И по-другому уже не сможем. А еще у семьи много дел, которые их объединяют. Сейчас, например, все очень ждут май и раскрывают секрет, почему. Это наш самый любимый месяц, когда мы уезжаем из города в деревню, удача это наша. И там работаем. Мы выращиваем глубику всей семьей, дружно собираем, разводим, зарабатываем. То есть ваше хобби, оно еще и приносит вам доход? Да. И не только. Еще и радость огромна, что у нас это все есть и все, что мы этого достигли. Наше общение проходило дома у родителей Марины. В своей квартире пока ремонт. Кстати, жилье для многодетной семьи выделено государством. Государство дало очень много. Ну, по крайней мере, нашей семье. У нас прекрасная четырехкомнатная квартира. Новая, просторная, шикарная просто. Теперь у нас есть еще участок, на котором будет возводиться дом. Опять же, за средства государства. Ну, то есть там частично. Планируем. Планируем, да. Мы можем дать детям образование. Что касается возможности дать детям хорошее образование, о котором говорит Марина, то речь о семейном капитале. На него безродно вы получили право после рождения четвертого ребенка. Семейный капитал мы получили в 2015 году после рождения четвертого ребенка. Яна. На то время семейным капиталом можно было воспользоваться заблаговременно лишь на медицинские цели. Спасибо большое управлению нашего государства, что они все-таки разрешили пользоваться им и на другие цели. Можно воспользоваться им на обучение и на строительство жилья. Ну, в случае, если мы нуждаемся. Мы нуждаемся. В обучении, в оплате за обучение мы тоже нуждаемся, потому что у нас сейчас обучается сын старше. На платном он. И это очень своевременно, очень своевременно. Сам Егор, который сейчас учится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, когда приезжает домой на выходные каникулы, всегда помогает родителям с младшими детьми. С удовольствием проводит с ними время и уверен, что его пример очень важен. Поэтому старается соответствовать. Очень весело, скучно, никогда не бывает. Дети всегда, как мне кажется, берут пример с меня. Что будет там, допустим, на даче. Проехался, решил вспомнить молодость и проехаться на скейте. Они это увидели. Вау, Егор может кататься на скейте. Тоже становится на скейт и давай учиться кататься. И немного важных цифр. В Гомельской области право на досрочное погашение семейного капитала предоставлено почти четырем с половиной тысячам семей. В рамках реализации программы «Семейный капитал» с 2020 года предусмотрено досрочное направление данных средств на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг. И уже в прошлом году 90% семей использовали данные средства на улучшение жилищных условий. Остальные 10% потратили часть семейного капитала для получения медицинских услуг и на обучение. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. Сегодня отмечается Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. Совместить эти два праздника постарались во дворце Румянцевых и Паскевичей, где на этой неделе проводили экскурсии на белорусском языке. Кроме того, гостям предложили отправиться в литературное путешествие по родным местам писателей уроженцев Гомельщины. Об этом и других культурных событиях этой недели расскажет Анна Корольчук. В прошлом году Андрею Макаюнку исполнилось 100 лет. В этом году учреждения культуры отмечают столетие Ивана Шемякина и Ивана Мележа. Сотрудники музея Дворцово-паркового ансамбля совместно с областной библиотекой имени Ленина и домом-музеем Ивана Мележа в агрогородке Глинище подготовили интересные и малоизвестные факты о творчестве известных земляков. Литературный ликбез Викторину сменила презентация электронного краеведческого проекта Андрей Макаюнок «Человек-драматург-мастер». Кроме того, во дворце Румянцевых и Паскевичей открылось две экспозиции. Выставка в музей на заслуженный отдых рассказывает о новых экспонатах, которые поступили за 2020 год. Они передавались в дары семейных архивов, приобретались, а также были найдены сотрудниками музея во время раскопок и при обследовании домов, предназначенных под снос. Часть экспонатов были конфискованы Гомельской таможней у контрабандистов. Традиционно коллекцию современного изобразительного искусства пополнили произведения известных художников Беларуси. Заняли свое достойное место в выставочных залах и предметы, побывавшие в руках реставраторов. Вторую экспозицию посвятили трем основоположникам Гомельской художественной школы – Борису Звиногродскому, Акиму Шевченко и Виктору Казаченко. Они были не только признанными мастерами своего дела, но и оказали профессиональное влияние на других художников. Помимо живописи, Звиногродский работал художником кукольного театра и сценографом народного артиста БССР Александра Рыбальченко, предокажелись дорожников. Коллега Звиногродского, Аким Шевченко, работал руководителем и инструктором в Доме народного творчества. А его самый известный ученик Виктор Казаченко возглавил и за студию при Дворце железнодорожников после ухода Звиногродского. Также на этой неделе в социальных сетях Дворца стартовала новая рубрика – музейный глоссарий. Она познакомит вас с предметами и персоналиями, названия которых звучат необычно и непонятно для большинства людей. Так постепенно в алфавитном порядке вы сможете узнать, что такое Арзрум, Бивак и Жерандоль. Гомельский областной драматический театр представил первую премьеру этого года – трагикомедию «Загадочный визит» Фридриха Дюремата. По сюжету в небольшой город, который находится в упадке, приезжает его уроженка, ставшая миллионершей. Когда-то из-за клеветы женщине пришлось уехать, а сейчас горожане ждут, что Клара возродит родные места. И действительно, она готова вложить большие деньги в процветание города, но взамен требует вернуть ей возлюбленного. Исповедь на грани триллера. В Центре инклюзивной культуры в Гомеле прошла премьера камерного спектакля по пьесе Сергея Потапова «Фемина Максиме». Он рассказывает о судьбе женщины, пострадавшей в автокатастрофе. Ее жизнь полностью меняется, и героиня постепенно сходит с ума. Она сопротивляется безумию, но совершает ужасные поступки. Главную роль в постановке исполнила актриса с инвалидностью по зрению Дарья Дорожко. Обзор для вас готовили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. И помните, культура обогащает человека. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.